Здарова мужик, на связи Шамшурин И эта история, она будет о том Что девушкам Не только нужно говорить комплименты И можно говорить комплименты То есть им можно говорить еще Какие-то другие вещи Которые, например, могут им Не очень понравиться на первый взгляд То есть какие-нибудь замечания Какие-нибудь подколы, приколы И так далее У меня сейчас есть живой пример, о котором Я тебе расскажу в этом видео То есть смотри Допустим, начнем с того, что Когда ты подходишь к девушке и говоришь Ей что-то, что может ей не понравиться Как бы ты Можешь ее заинтересовать На самом деле, потому что Все подходят и говорят, ой, какая ты красивая Какая ты замечательная, растакая То есть все делают одинаково Если ты говоришь что-то, допустим Что-то, какое-то замечание То, во-первых, ты отличаешься От других, а во-вторых Как бы, как это работает вообще Да, то есть есть четкая схема Которая все это работает Когда ты девушке говоришь Какое-то замечание Она думает при знакомстве Она думает, что Чувак, раз ты мне это говоришь Значит, ты понимаешь Что я сейчас могу обидеться Не принять тебя И слить тебя Раз ты это прекрасно понимаешь Значит, наверное Как бы у тебя, как минимум Есть Другие девушки Или доступ к другим девушкам Ну, раз ты так вот Как бы не ценишь меня В данном случае Раз у тебя есть доступ к другим девушкам И какие-то другие девушки Значит, ты, наверное Какой-то интересный мужик У тебя какой-то сильный ген Значит, у меня начинается Как у девушки Подсознательное Бессознательное влечение К этому чуваку Потому что Ну, как бы Я понимаю, что У этого мужика сильный ген Вот Есть, конечно, определенный риск Да, то есть Когда ты подходишь Девушке Говоришь ей что-то Там, например У тебя очень красивое платье Единственное, что Мне кажется Сумка вообще стремная Незачетность Она сюда не подходит Да, есть определенный риск Что девушка может повестись на тебя Подумать Офигеть, какой парень Смелый А может быть Она тебя сольет Здесь надо это прекрасно понимать Вот И Самое лучшее состояние В котором Вот происходит Самое эффективное соблазнение Это состояние А-ля похуй такое Когда тебе все равно То есть Когда ты заранее Отказываешься от результата Ты смотришь на девушку И думаешь Ну да, классно Ну Получится, получится Нет, значит нет Как бы Ты настолько не привязан к результату Что девушка это чувствует И она понимает Что тебе пофиг на результат Значит, ну наверное Она не последняя в твоей жизни Значит, наверное Ты какой-то интересный Сильный самец С сильным геном То есть Риск В данном случае Как бы Эта штука хорошая То есть Как только ты откажешься от результата Тебе будет проще рисковать Вот У меня есть такой Отличный пример Который случился Совершенно недавно Эта история произошла со мной То есть Пример вот Как бы Того, о чем я сейчас говорю Мы с клиентом Ходили по гуму Он подходил к девушкам И соответственно Сейчас, секунду Давай, давай, чувак Поезжай Вот И соответственно Он подошел там К очередной девушке Очень прикольная девушка Такая Молоденькая Ухоженная Там В такой Меховой какой-то Жилетке Как шутки С длинными классными ногами С симпатичным лицом И прообщаться с ней очень мало Там буквально Вот Что-то 30 секунд И давай Что-то у нее брать телефон Я понимаю, что вот Ну это неправильно Я решил вмешаться То есть подошел Начал общаться с этой девушкой Чтобы показать ему Что как бы Надо общение развивать Он немножко об этом забыл Потому что он там был В начале пути Вот И как бы Что мне сразу бросилось в глаза Что у этой девушки Были такие довольно густые Ну такие Прям Брови Как вот прям Как сейчас Редко встречается То есть в основном У девушек сейчас там Особенно в Москве У них такие как бы Тоненькие брови Они вот Оставляют какие-то Очень небольшие брови И вот То есть такая мода А эта девушка Как бы не заморачивалась То есть не то Что как у Брежнева Хотя я ей сказал Что она мисс Брежнев В 2014 Вот Но Такие нормальные брови Может быть не знаю Если я покажу Это ведь там Ее фото тебе То Ты скажешь Да нормальная девка То есть никаких бровей Все хорошо Но у меня почему-то Взгляд упал на них И я ей об этом сказал Я начал сразу говорить Что что за брови Как так Почему они такие И так далее То есть Начал с негатива Такого Некхита Но я это конечно Все говорил с улыбкой Чтобы не сильно Ее задеть Вот И что-то мы с ней Разговаривались Разболтались Там довольно долго Проболтали Наверное минут 15-20 Ученик уже отошел Там к каким-то Другим девушкам И я смотрю И я понимаю Что ну да Я бы как бы Увиделся То есть Но И прикольная девка То есть Но Во-первых она Такая Секушка Ну ей 20 лет Как оказалось И с таким Мне не очень интересно Во-вторых она Ну у меня реально Совершенно нет времени Там на этой неделе И я говорю Ты знаешь Давай сделаем так То есть Ты сейчас запишешь Мой телефон Вот захочешь увидеться Ты позвонишь Нет-нет Я прекрасно понимал Что Девка может не позвонить Как бы Ну не позвонит И не позвонит Мне реально пофиг Ребят То есть И вам советую Достичь этого состояния Когда вам все равно Только в этом состоянии Все будет получаться Просто на ура Я даю свой телефон Как бы ну и все Что-то Прощаемся Обнимаемся И забывается Все это Дальше мы идем Заниматься с клиентом Проходит там Где-то полтора часа Она пишет смс Там Привет Что-то типа Давай увидимся Я освободилась Я думаю Ну ладно Что А я в этот вечер Договорился с друзьями Пойти в клуб После работы И как бы Вот думаю Ну ладно Времени нет Минут на 15-20 Заеду Заехал там В кафешку В которой она сидела Минут на 15-20 И как бы Чуть-чуть позаинтересовал Просто буквально там Немножко поболтали Подержал за руки Ее там Понюхал шею И так далее Как бы Что-то про нее узнал Она оказалась из Литвы Вот Приехала в Москву Буквально тут на неделю Ну так чисто потусить Там девушка такая Мягко говоря Не бедная Вот И живет в свое удовольствие И как бы Договорились на том Что Ну пусть она звонит вечером Если мы пойдем в клуб То он может сходить с нами Она говорит Да я с удовольствием В итоге я приехал К другу Саньку Мы что-то Выпили вина у него И Не знаю Решили никуда не идти Вот что значит старость Походу дело Это реально старость Вот И как бы Я уснул Проснулся от того Что она написала Что она написала смс Ночью Ну что идем в клуб Нет Я написал нет И как-то все Ну забыл На следующий день Какие-то дела Там Что-то куда-то ездили Катались Все-таки был выходной И я даже про нее забыл И вечером этого дня Ближе к полдвенадцатому Я уже ехал домой Она мне пишет смс Чувак Давай покатаемся Там по городу Заезжай за мной Покатаешь меня Я думаю Ну ладно Почему не заехать Заехал за ней Ну она одела там Офигенные То есть такие колготки Теплые Ну на улице Немай месяц И поверх Такие прикольные Коротенькие шортики Тоже черненькие Как бы поверх колготки Но очень классно выглядело Вот И мы катались Где-то ну минут 40-50 Через вот эти минут 40-50 Я уже трахал пальцем Ее у себя в машине То есть ну Как я начинал Я подумал Что опять же состояние Когда тебе все равно Я заехал Начал сразу ее там Трогать за ноги За руки Там обнимать На каждом светофоре То есть приучать Как бы Чтобы она привыкла К моему телу К киноэстетике Целовал ее в шею В щеки Там нюхал ей там Запястье И так далее Вот И Как бы Через какое-то время То есть Там ну прошло Ну минут 40-50 То есть мы уже там На какой-то Очередной остановке В машине Я сидел Я раскинул Так вот сиденье И уже начал трахать ее пальцем Она даже сама Растегнула свои шортики Вот И как бы Она лежала Стонала То есть все было очень круто Почему так быстро получилось Опять же Ребят То есть такое возможно Вам просто сейчас не верится У вас в голове Что блин Надо ухаживать два года Там два месяца Не знаю И только потом Там сначала целовать Потом там Там то сё То есть ребят Все намного быстрее Реально Если вы уверены в себе Если вы себе разрешаете Офигеть какая девушка Сидит в машине Вот Если вы себе разрешаете То Как бы у вас реально Ну все получится То есть И опять же Состояние Когда тебе пофиг То есть Я думаю так Ну я сейчас начну трогать Отморозиться Отморозиться Ради бога Как бы я Не знаю Поеду домой И как бы Ничего страшного не случится Ну Не сейчас В другой раз Будет секс Будет с другой девушкой Как бы не отморозиться Значит не отморозиться То есть И когда тебе пофиг Когда ты отпускаешь Эту ситуацию Отпускаешь результат Реально все получается То есть Через 40 минут Я уже трахал ее пальцем В машине Такой прикол Потом мы заехали В кафешку Попить чаем И было времени Уже 2 часа ночи Получается То есть Реально уже поздно И я говорю Мы сейчас пойдем ко мне Я тебя заберу Все нормально Она как бы Вообще не против Там Я продолжаю возбуждать И как бы Она говорит Единственное что Давай зайдем ко мне Мне надо Вещи какие-то Собрать Потому что Мне завтра Куда-то там Надо с утра Я подумал Блин пипец Это надо ехать На белорусскую К ней домой В гостиницу Или где там она живет Потом ехать В Перово Туда где я живу То есть Я реально подумал Что в эту ночь Я спать не буду А мне как бы Завтра работать И что-то думаю Ну ладно Давай все-таки Завтра Она говорит Да-да Я завтра к тебе приеду То есть Без проблем Ну ладно Фиг с ним В общем мы договорились На завтра Вещь прикола в том Что я прекрасно понимал В тот момент Что Прекрасно понимал Что так с девушками Делать нельзя То есть Если сейчас Ты уже трахаешь Ее пальцем Если ты там Ее возбуждаешь То надо делать Это прямо сейчас Вот такие вот Девки Странные существа Что Ну как бы Либо ты делаешь Сейчас Либо ты не То есть Либо в следующий день Она может слиться Я прекрасно Я прекрасно понимал И пока я ей не звонил Вот эти дни Поехали Ну для приличия Посидели где-то В кафешке То есть Чтобы вот Немножко Ну как бы Чтобы сложить С нее ответственность Потому что я понимаю Что для девушки Сложно согласиться Сразу поехать к тебе домой Она говорит Давай посидим где-то Я говорю Конечно Ну в общем Мы этот вечер Мы провели очень классно Был секс И Много чего еще интересного К чему я это говорю Это всего лишь Пример Истории О том Что вот Началось все С того Что я Девушку Немножко подъебал Говоря по-русски Подколол там Начал говорить Какие-то такие Штуки На грани Что она могла Обидеться Потом она еще Кстати все эти Три дня говорила Спрашивала меня Что не так С моими бровями Ну скажи мне Что не так С моими бровями Логика такая Иногда нужно Включать мозг И Вот С некоторыми девушками Это хорошо работает И Немножко ее Как бы Подкалывать Цеплять Говорить то Что тебе не нравится Не обязательно Их обсирать Допустим Просто компания Парней Там друзей Девушек Вот И Какая-то Там Ситуация Что Допустим Одна девушка Она там За глаза О ком-то Отзывается Плохо Обсирает Какого-то Своего друга Которого Здесь нет И Ты как бы Говоришь Ты знаешь Все такие Поддакви Да Да Ты права А ты Говоришь Ты знаешь Я считаю Ты не права Так нельзя Делать То есть Ты обсираешь Своего друга Когда он Тебя не видит То есть Ты Как бы Делаешь Замечание Не обязательно Опять же Делать Какие-то там Жуткие штуки Говорить И самое Самое Интересное Что девушка Начинает Буквально Тут же Проявлять Тебе Интерес Она Начинает Задавать Больше Вопросов Тебе Больше Общаться С тобой Там То есть Подсаживаться Тебе И так далее Вот он Весь парадокс То есть Общество Это нас Научило Как Что Чувак Будь хорошим Делай Кучу Комплиментов Только Красивые Слова И ты Получишь Результат Да ни хера Не так Ребята Весь прикол В том Что работает Совершенно По другому Совершенно Наоборот Поэтому Если Вы Общаетесь С девушкой Не стесняйтесь Говорите То что Вы думаете Если вам Что-то Не нравится Говорите Об этом Естественно Не жестко Там Но Как-то Смягчайте Это Но обязательно Говорите Об этом Это принесет Свой результат И ребят Вы поймете Что Этот прикол Как бы Работает Что Чем больше Вы свободны От результата Общения С ней Тем больше Девушка Начинает Как бы Сама Проявлять К вам Интерес Вот Собственно То что Я хотел Сказать Увидимся Счастливо